Синоптики 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 Кстати, актеров, играющих роли погибших игроков в картине нет. Создатели решили, что лица спортсменов будут показаны только в хроникальных кадрах. Ну а сейчас вашему вниманию коктейли с хоррора, новогоднего капустника, городской семейной драмы и пасмурной ностальгии. На больших экранах уже можно увидеть новую работу от режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Сразу скажем, что это экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе» и «Вокруг него». К слову, Серебренников сам написал к фильму сценарий, а лента была представлена в программе 74-го Каннского кинофестиваля, где, собственно, и состоялась ее премьера. В главных ролях мы увидим Чулпан Хаматова и Семена Серзина. Одну из ролей исполнил популярный певец Иван Дорн. «Петровы в гриппе» — кинопроизведение, где почти ни у одного из героев нет ни имен, ни интересных занятий. В самой картине тоже нет стройного сюжета. Это несколько разрозненных историй. Режиссер то и дело дает нам разгадывать знаки, расшифровывать рисунки, понимать звуки, вскрывать травмы. Вот такая вот температурная фантазмагория, вышедшая из-под камеры знаменитого режиссера Владислава Апельянца, который, к слову, на фестивале в Каннах получил премию в высшей технической комиссии. «Петровы в гриппе» — авторское русское кино. Почему она так четко ощущает трагедию простого человека и в чем парадокс конкретных фильмов Кирилла Серебренникова? Узнавайте сами, правда, в кресле кинотеатра. Редактор субтитров А.Семкин